Друзья, мы продолжаем обсуждать тему выборов в Гагаузии, а точнее результатов первого тура. У нас на связи по скайпу Валерий Паша, лидер организации Watchdog. Валерий, приветствую вас. Добрый день, Михаил. Валерий, выборы в Гагаузии, результат вас удивил, не удивил, как вы к нему относитесь? И, наверное, начну с такого более конкретного вопроса. Можно ли сказать, что этот результат каким-то образом связан с деятельностью Москвы здесь, в Гагаузии, в политическом пространстве? Частично удивил результат. Конкретно меня удивил очень высокий результат Григория Узуна. То, что кандидат от партии Шор наберет много в первом туре, в принципе, понятно, потому что они просто скупили все, что смогли. Это опять не новости. Смотреть в том числе и на общие цифры, а не только на проценты. Да, 14 тысяч, ну что такое для партии Шор за 5-10 тысяч голосов. Вспомните выборы в тех же Бельцах, например, и местные выборы в Гвардии в других местах. И опять же, я не знаю, что они просто физически скупали, то есть платили за каждый голос, а купили избирательную кампанию, если можно так выразиться. Вот. Результат деятельности Москвы непрямой. Непрямой. Да, они поддерживают разных кандидатов. Там партия Шор поддерживает ими проект. Партия социалистов остается проволокской поддерживаемой Россией партией. Тот же Узун связан с Россией. Тот же кандидат Петров. Там все кандидаты наперегонялись доказать избирательно, кто более пророссийский, у кого там уже связи, кто обещает непонятно какие там связи ГАГАУЗИ и Россию. Соответственно, все эти выборы, вся избирательная кампания проходила под деятельностью Москвы. То есть абсолютно все кандидаты пытались паразитировать на результатах многолетних российских франций в Малове в целом, и в частности в ГАГАУЗИ. Поэтому, да, я думаю, это не будет преувеличением сказать, что это результат деятельности Москвы. Но опять же, я не думаю, что там был какой-то очень хитрый план, что у всех расписаны четко. И вот они прямо все спланировали и управляли избирательной компанией. Нет, избирательные компании велись на местном уровне. Каждый занимается, там партия шор в своей компании, социалистов вместе с Узуном, какая-то группа социалистов вместе с Петровым, другие кандидаты. То есть я не вижу какого-то участия. Не знаю, может я не прав, может там какие-то политтехнологи из России работают. На всяком случае мне об этом еще не известно. Хорошо, а как вы объясняете то, что вот с одной стороны есть Ирина Влаг, которая по опросу мы видим пользуется популярностью в ГАГУЗИ, у нее был кандидат Дмитрий Крэйто, но как-то слабенько она его поддерживала. Как вы это объясняете? В чем причина? Я думаю, что Ирина Федоровна Влаг перехитрила саму себя. Она где-то нравится ей эти закулисные больше игры, комбинации и так далее. И в итоге перекрутила саму себя. Потому что я не понимаю, почему она лично не вышла поддержать кандидата, за которого она не официально выступала. Потому что, видимо, и так избиратели знают. Нет, избиратели не знают, а может знают какой-то establishment, люди, что вот она за него агитировала. Это не официально. Если я агитировала, потому что я видел, что вы публиковали, было ли это системной работой или нет, я тоже не знаю. Но если бы она выступила публично за любого из кандидатов, я думаю, это бы добавило рейтинга. Не уверена, что это обеспечивало проход во второй тур, но точно это бы не помешало кандидату, потому что ее рейтинг выгрузи остаются высоким. Как и бывшего президента Додона, который протащил, вот узнанно, вы же понимаете, что это не рейтинг. Да, то есть, ну, там понятно, что по его выступлениям и так далее, что никакого своего рейтинга у него нет. И, по сути, сработала вот эта передача имиджа от Игоря Додона ему. Ну, это он тащил вниз Додона, чем наоборот. Если бы Додон сам участвовал в выборах главы Гагузии, наверное, он бы занял первое место с большим отрывом. С первого тура? Ну, не знаю, если бы он выиграл с первого тура, но точно набрал бы больше, чем Григорий Гузон. Давайте назвать вещи своими именами. Вот. Что будет во втором туре? Мне очень интересно, на самом деле. Это будет чисто с политологической точки зрения интересно наблюдать. Что сработает больше, просто выкупание всего и вся, либо же какая-то консолидация. Ну, так или иначе, для ГГУ-ских политических элит УЗУН в какой-то мере является своим человеком. Да, он два срока отсидел в Народном собрании и сейчас он является депутатом. Один срок. Один. Уточни. Один срок. Да, ну, так или иначе, он на местном уровне что-то хотя бы знает. Эту ГУ-сул никто не знает, но у партии ШОР есть важные ресурсы. Например, мне интересно, если господин Плохотнюк позвонит своему старому протеже Дудону за ГУ-сул. Будет интересно это наблюдать. Я не просто сейчас разверзнется такой урок из ГГУ-ских политиков местных, особенно на тех кандидатах, которые участвовали в первом туре. Их будут пытаться покупать, имея в виду партии ШОР в первую очередь. УЗУН в другой стороне. Смотрите, мы все-таки свои. Для социалистов победа будет большущей проблемой. Они больше всего потеряют от этого. И тут вопрос о том, что их кандидат проиграет. А они потеряют контроль над меньшим для себя участком электората. Потому что, вспомните, выборы президентские, Дудон на ура набирал по 99-95% в ГГУ-ЗИ. Если идет партия ШОР, то у нас на парламентских выборах, да и на президентских в первом туре, они это все под себя загарбастают. Это понятно. Партия ШОР, если куда-то заходит, то они все абсолютно утащили против себя. Но помимо партии социалистов, жителей ГГУ-ЗИ, это будет большущей проблемой. Потому что да, там может какие-то популистские проекты, типа ГГУ-ЗЛЭНда, ШОР построят. Но любые проекты, в которых участвует исполнительная власть ГГУ-ЗИ, Башкан местные, они просто закончатся. Хорошо, Валерий, мне просто интересно, даже если ШОР будет вкладывать... Понятное дело, что никто не будет давать деньги ГГУ-ЗИ, европейские фонды, скорее всего, не придут в ГГУ-ЗИ. Поддержка партнеров, скорее всего, не придет в ГГУ-ЗИ. На уровне Башкан, на уровне, скажем, местной исполнительной власти ничего не будет. Это совершенно понятно. И не потому, что там европейцы не захотят помогать ГГУ-ЗИ или инвестировать. Они имеют права на деньги людям, находящимся под международными санкциями. Я уверен, что будут искать альтернативные пути, будут больше сотрудничать с мэриями, будут больше сотрудничать с местным бизнесом, с неправительственными организациями, гражданским обществом. А, собственно, в управлении ГГУ-ЗИ денег получать не будет. И опять же, повторюсь, тут не то же там не хотят, да, там может кто-то и закрыл глаза на многое. Например, если тот же УЗУ выиграет, несмотря на политическую позицию и так далее. Хорошо, а вот про Григория УЗНА вы говорите, то есть с Шором понятно. Хорошо, а как Шор будет вводить эти деньги, 500 миллионов евро, которые он обещает инвестировать? Откуда эти деньги? Что это будут за деньги и вообще, насколько это очень реалистично? Нет, никаких 500 миллионов евро нет и не будет. Это абсолютный фейк. И он не собирается их не вводить. И неважно, даже если они будут контролировать всю власть в стране, никто эти деньги инвестировать не будет. Их не существует. Он обещал и в Молдавии 5 миллиардов инвестиций. Ну, бумага и экран все стерпят. Игорь Додон тоже обещал, что если партия социалистов власти, то из России будет миллиард долларов в год только частных инвестиций. Не пришло ни копейки. И ничего, Додон дальше ходит, обещает то же самое с Шором. Я надеюсь, что в ГГУЗе люди не настолько наивны, чтобы верить в эти сказки про 500 миллионов евро инвестиций. Ничего там не будет. Будут какие-то проекты, насколько Шор сможет двигать этими деньгами. Да, может там ГГУЗ Ленд построят. Наберут долгов, так как он в Wargave набрал и потом кому-то надо будет это все отдавать. За счет своих каких-то черных денег он может там будет финансировать каких-то агитаторов, еще что-то. Но серьезных проектов и инфраструктурных он не способен ввести у него этих денег. Даже если они есть, он не собирается их... И возможностей таких нет. То есть, ну, я не знаю, может есть люди, которые в эти сказки верят, но надеюсь, что нет. Хорошо. Так, как, собственно, и все вот эти обещания каких-то баснословных инвестиций из России тоже, или там дешевого газа. Это все нереалистично. Ну, не знаю, может там есть другие аргументы, почему люди решили голосовать за УЗУНА и со всех остальных. Потому что там, в принципе, большинство кандидатов не лучше нам были в плане обещаний. Хорошо. А вот с УЗУНАМ, как вы видите, вы просто было плохое интернет, там прервалось немножко. Мы говорили по поводу инвестиций и поддержки со стороны западных партнеров. В случае с ШОРом понятно, ничего не будет, человек под санкциями, и тут все ясно. В случае с УЗУНАМ, как вы это видите? Ну, я думаю, что по инерции много партнеров, которые сейчас работают, будут идти. Но из того, что я видел его публичные, очень, скажем так, скептически отношусь к его управлению, насколько он сможет организовать какую-то адекватную команду, способную там сформировать, эффективно работать, сотрудничать с иностранными партнерами, писать эти проекты, отчеты, проводить все транспарентно. И качественно. Это все довольно непросто. Так или иначе, при всех своих минусах, Ирина Влах все-таки какая-то минимальная команда людей, способных эти проекты тащить, есть. Ну, насколько они сработаются, если вообще их оставить, если УЗУН выиграет выборы, я не знаю. Но все равно, очень многое зависит и от Башкана. Представьте себе просто УЗУНА на переговорах с иностранными партнерами. Ирина Влах это может. Она одно дело может, там, публично какие-то высказывания, но вне камер она очень качественно работала со всеми западными партнерами. Это Россия ни копейки не дает. Вот. Представьте себе УЗУНА на этих переговорах. Я смутно себе представляю, что из этого будет. На самом деле это плохо. Это плохо для развития местной инфраструктуры. Но я уверен, что структуры, особенно Евросоюз, найдут выход из этого положения. Я уверен, что переориентируются на сотрудничество с мэриями. И там, где есть хорошие примары, активные, профессиональные, они от этого больше будут проектом на местном уровне. Если же партия Шорс купит с копом примаров на следующих местных выборах, ну тогда уже, извините, уважаемые жители группы, вы сами себе такой выбор. Ну тогда уже, да. И примарам тоже ничего не поводится, не достанется. Да, я вспомнил. Ваш месседж, я понимаю. Ну да. Тут сейчас еще какая-то инерция идет. Но это вопрос дней, когда Шорс попадет помимо американских и британских. И все, там уже по закону нельзя давать. То есть это так работает. Ну смотрим, как будет дальше. А то есть вы не сомневаетесь в том, что Шорс попадет и под европейские санкции тоже, да? Абсолютно не сомневаюсь. Хорошо. А вот что ждать во взаимоотношениях с Кишиневым? То есть попытаются ли они каким-то образом раскачать Гагаузию? И до какой степени они смогут раскачать Гагаузию? В случае, если и тот, и другой. И Шорс, и Узун. В случае, если, допустим, кто-то из них займет кресло Башкана. Ну это несравнимо. Естественно, что Шорс сможет это сделать много более эффективно и массово. Во-первых, первое дело, что он сделает, он выгонит абсолютно всю администрацию, привезет своих людей на конвертах, которые будут управлять всеми. Не будет ни одного Гагауза практически. Или как минимум не будет людей, которые сейчас в ВОЗе так поступают всю. Да, и они будут контролировать все процессы, которые им только доступны. Он будет пытаться, естественно, скупить большинство в народном собрании. И то же самое с Примором. Будет превращать Гагаузию, да, учитывая, что там такие пророссийские настроения, в базовый источник массовки для своих протестов. И там будет пытаться качать, в том числе, спортивские движения, я уверен, блокировать дороги и так далее. То есть провоцировать. Ему абсолютно наплевать на людей, на последствия. И это все, конечно, нравится Москве и в пику Тишинева. Насколько ему это удастся, сложно сказать. Иначе это такая шипучая смесь Шор и избиратели в Гагаузии. В случае с Узуном все не настолько драматично, потому что, ну, понятно, что он будет выполнять какие-то указания, придут из Москвы, но я не уверен, что он способен организовать вот такую системную работу, как это делает партия Шор, всюду, где она может. Вот. Ну, ну, в чем там того же Узуна? Ну, скажут ему назначить каких-то российских агентов влияния на какие-то должности. Ну, и что? Что там? Их мало сейчас. Вот. То есть это, ну, понятно, что там, когда надо будет сделать какое-то заявление, более жестко, он его сделает, потому что бизнес семьи полностью зависит от ситуации, как они не пойдут против. Но эффективно организовать какую-то раскачку, может. Вот. Тем более, ну, давайте просто так, если думать вслух, какие потом сценарии? Донбасс? Нет, никого Донбасса не будет, потому что нет общей границы с Россией, Геркина и других вооруженных людей там не зашлют. Ну, да, будут какие-то заявления, протесты. Ну, в принципе, все и закончится. В случае с Шором, да, он вот где, откуда есть, откуда нет, он будет пытаться провоцировать, в том числе, там, людей на участие в КИП и так далее. Если гагаузы этого хотят, то есть, если они считают, вот, надо избрать Башкана, который полностью разрушит отношения с Кишиневым, создаст, вбьет вот этот вот клин между гагаузами и Молдовой, ну, пускай голосуют за Гуцу. Опять же, это демократическая цель, и в том числе избрать не весь кого. Ну, что поделать. Хорошо, а вот как вы можете объяснить, какие цели в данном случае преследуют Шор, да, то есть, в гагаузе? Зачем ему нужна гагауза? Он как бы здесь особо не светился. Что это ему даст? Ему это даст огромный потенциал протестный. Это местное население, которое очень негативно относится к властям в Кишиневе. Главного счета их можно раскачать, их можно мобилизировать на разные протесты и так далее. То есть, ему это надо. Это база, да. Плюс, это база избирательная. Отобрать у социалистов 40-50 тысяч голосов на следующих выборах парламентских, это серьезно. Это ему точно не помешает. Плюс, показать в Москве, смотрите. Вот я же главный пророссийский. Вот смотрите, мы выиграли самые пророссийские регионы. Сколько у них было на парламентские выборы в Гагаузе? Полтора процента? Ну, до пяти, не больше пяти. Они выигрывают, да. И если они выигрывают в Гагаузе, они отчитываются в Москву. Смотрите, вот с нами надо работать, не работайте с Додон. Вот мы эффективны. Вот смотрите, мы зашли в Гагаузе, все забрали, и видите, мы это используем. Хорошо, а Аргеев он в данном случае не может использовать, или Аргеева только недостаточно? Ну, он его и использует активно. Вот эти все флешмобы, которые они в определенное время ежедневно устраивают, там же в основном просто не вывозили людей из Аргеева. Совершенно понятно. Вот такая баба. Сейчас будет и Гагаузе, у них еще не забудьте, они контролируют город Тараклия. Вот, я уверен, они попытаются полностью забрать под себя. Потому что, понимаете, так или иначе, шорт свои позиции в Аргеевском районе теряет. Почему? Потому что те избиратели, многие из тех избирателей, которые за него голосовали, они все-таки являются проевропейскими. Они готовы там повестись на какие-то популистские обещания, на подачу, на откровенную коррупцию, но они вот эту пророссийскую, антиевропейскую позицию не держат. И Шор, вот когда, вот если посмотрите опросы, он потерял немало вопросов. То есть для Шора сейчас, учитывая его явные связи с Москвой, главное захватить вот этот пророссийский парад. Потому что у него до сих пор, ну вспомните, партию Шор с 15-го года, и по лето прошлого, никогда не было каких-то геополитических заявлений и так далее. Они пытались понравиться всем. Вот, и ту часть, которая проевропейская, активно теряют. И ему нужно отхватить пророссийских, да, и потеснить социалистов. То есть главной головной болью партия Шор в политическом плане сейчас не для власти, да, они у власти, избирателей не переманивают. Они их переманивают у партии социалистов, у партии коммунистов. То есть должны переживать социалисты и коммунисты. А хорошо, в этом плане они, как быстро справятся с партией социалистов? Ну, такой короткий вопрос, если можно. Я его уже задавал, но задам еще раз. Партия социалистов доживет до следующего выбора, или не доживет при такой активности партии Шора? Если партия социалистов выдвинет Игоря Додона кандидатом мэра Кишинева, то у них есть шанс. Они полностью теряют свою базу, поэтому они согласились вернуть в руководство партии потому что единственный ассоциированный с ними политик, у которого есть серьезный рейд. Вот он так или иначе остается вторым по популярности политикам. И Додона они могут вытащить, но если они выступят очень слабо на местных выборах, то они потеряют еще сильнее голоса. Вот они имеют все шансы потерять сейчас Гагаузию в пользу Шора. Если они еще потеряют своих Кишиневев, Бельцев в пользу Шора, Чабана, например, то эта партия дотянет еле-еле с каким-то рейтингом до президентских выборов. Вот то есть может случиться, что Додон даже не выйдет во второй тур, даже не займет второе место. И это определенный будет для них конец. Сейчас им главное удержаться. На самом деле, я думаю, что Игорь Николаевич это понимает, он такой, какой он есть, но базовый политический инстинкт он не чувствует. Я думаю, что он вместе со всей партией сейчас будут грызть зубами выиграть второй тур для Узуна. Не для Узуна, для себя, для партии социалистов, чтобы не потерять базу. Ну и плюс отчитаться в Москву, естественно, что смотрите, вот никогда Кишиняна партия не выиграла в Гаузию, вот мы ее выиграли, это мы, это партия социалистов. Там уже идут такие закулисные разговоры, очень серьезные, кто кого. Главным бенефициаром этих разговоров является господин Петров, кого поддержает. Мое понимание, что скорее он поддержит Узуна, ну давайте посмотрим. Потому что сейчас, я уверен, что Москва работает. И те, которые поддерживают оттуда Шора, делают прессинг до остальных кандидатов, чтобы поддержали именно Шор. То есть там прессная преба серьезная. Валерий, я благодарю вас за этот очень подробный анализ по поводу выборов, которые, безусловно, влияют и на национальную политику. Спасибо большое, будем рады видеть вас еще. Спасибо, Михаил, за приглашение. До свидания, Валерий.